приветствую всех сегодня последний день 14 2014 года я вот решил снять такой обзорчик обзор про онлайн магазинах итак попробуйте google написать вопрос онлайн китайские онлайн магазине и тут к вашему выбору представится 1000 онлайн магазинов их сотни очень много и не знаешь какой магазин выбрать но специально для этого я решил снять ролик чтобы помочь тем кто не может сделать правильный выбор по вам помочь ему соориентации правильный выбор сделать и извиняюсь мой русский потому что я вообще-то это не мой родной язык поэтому у меня акцент поэтому окончание слов немножко неплохие но за это я извиняюсь если кто-то против пусть не смотрит а если кто-то не очень против пусть тогда попробует поговорить на моем родном языке так как говорит говорю я и так надо на этом и сейчас пропустим и вот из моего личного опыта я целых покупки на алиэкспресс я делал покупки на пандавиле я делал покупки на ты недель я делал покупки на фокал прайс на других онлайн платформах я не делал покупки почему потому что с опытом вот доверие к онлайн магазинам уже не так не то что доверия просто уже у тебя есть навыки ты можешь по фотам там по обзору по отзывам уже у тебя может впечатление правильные впечатления об этом товаре ну в основном я покупал что смартфон это я покупал в основном смартфоне одежду тоже покупал бижутерию покупал покупал разную мелочь и вот я в основном сейчас сделаю сравнительных обзор этот этих четырех магазина и в основном буду иметь ввиду когда говорю товар буду иметь ввиду смартфоны смартфоны вот так у нас алиэкспресс все слышали об этом магазине все знают что это за магазин пандавил пандавил в основном ориентируется на гаджеты да тут в основном смартфоны видеорегистраторы но главное тут телефоны тенидейли это огромный супермаркет тут множество товаров смартфонов там плашетов об этом магазине тоже все знают в рунете focal price вот этот магазин тоже неплохой это тоже такой большой супермаркет тут тоже много много множественных товаров и так вот первое у меня в списке откуда из какого магазина я получал больше всего бракованных товаров и так это алиэкспресс я тут получал у меня тут здесь больше 50 заказов больше 50 заказов если не ошибаюсь 60 там 70 заказов и поэтому вот взять в процентах большинство я отсюда получал браков потом я пандавиле на пандавиле у меня 5 до 5 ордеров 5 заказов и вот один из них телефон пришел бракованный бракованный телефон и вот я написал там службу поддержку чтобы отправили мне телефон у которой не работает кнопка разблокировки я его отремонтировал за свой счет верните мне там попросили 20 долларов и они мне ответили отвечают но нет смысла не только в их ответах отправьте нам квитанцию чек оплаты где вы заплатили за ремонт 20 долларов и мы вернем вам 20 долларов ну ладно это понимаю это логично но потом в общем сейчас у меня времени нету чтобы спорить с ними и так что я советую вам покупайте во всех онлайн магазинах с помощью пейпл платите с помощью пейпл вот моя ошибка я не платил на пандавиле за этот заказ пейплом и поэтому сейчас я не могу открыть у них спора поэтому такого инструмента в магазине нету я не могу открыть спор как на алиэкспресс и вот сейчас мои шансы нулевые что я смогу вернуть у них денег ну если попытаюсь напишу там пару писем можете вернуть частинек или может не вернуть ты недели вот и недели тоже магазин неплохой у меня тут два или три заказа было все было хорошо все было нормально первые заказы шли очень долго на последний заказ если я не ошибаюсь отправили почты нидерландов пришло за там около месяца все было хорошо все что тут вот в чем вопрос на алиэкспресс и у меня больше 50 заказов там три-четыре телефона бракованные были на пан завели у меня 5 заказов один телефон бракованный на три недели у меня три заказа все хорошо на focal price у меня тоже два-три заказа только один из них пена смартфоном а остальные бижутерия и все тоже хорошо но это ничего не значит потому что сказать кто этот магазин хороший этот плохой я думаю это неправильно потому что эти магазины тут обманщик это не магазин где просто их цел обманывать клиента ну это он бывает на каждых в онлайн магазинах могут вам отправить бракованный товар это уже кому как повезет но в основном мой выбор остается на алиэкспресс и почему на алиэкспресс и потому что я тут есть инструмент открыть спор с помощью этого инструмента можно там вернуть часть своих денег полностью вернуть деньги тут много инструментов для защиты покупателя вот этого мне кажется нету на банде ну если будете платить пейпл то опять у вас весь себя считаете что вы себя подстраховали поэтому всегда платите палкой с помощью пейпл это мой совет вам ну ты недели фокус прайс почему я делаю часто покупки на пандавиле потому что тут почти каждый день или каждые два дня тут обновляется ассортимент обновляется добавляются новые гаджеты особенно мне интересуют смартфоны тут новинки до китайские новинки тут сразу можно тут здесь найти и цены тут на пандавиле цены тоже довольно приемлемые мне всегда интересовал вопрос где онлайн магазин китайский который торгует смартфонами гаджетами телефонами до самая низкая цена и вот я что я вам я нашел ответ на этот вопрос если будем считать магазин с бесплатной доставкой то нет такого магазина где самые низкие цены вот часто скажем телефон алиэкспресса может стоит там 70 долларов на пандавиле можно найти за скажем 75 долларов и наоборот тут есть телефон который стоит скажем 80 80 долларов на пандавиле можно найти за 75 вот нет самой низкой цены если вам нужен телефон и вы ищете самую низкую цену вам просто нужно будет не надо зайти на конкретный скажем магазин к примеру ты недели и вот написать там ну леново с 800 и все найти телефон и читать что это самая низкая цена нет просто нужно по очереди искать в каждом магазине посмотреть где есть акция где что где к чему ну к примеру я на фокале купить телефон по акте лего лет 3 но он в основном самая низкая цена 70 долларов за которую я смог купить этот телефон и вот я купил этот телефон только белый цвет было на белый цвет такая цена купить за 49 долларов данный галитаре ну скажем почти за пол цен да ну есть магазины где стоит 90 долларов 80 долларов и вот у меня время заканчивается с помощью этой программы я могу снимать за ролики нет больше десяти минут и вот что я скажу всегда будьте осторожны когда делается онлайн покупки платите палкой и что главное посмотрите внимательно читайте описание товара пишите вопросы потому что очень часто товар описание и реальное состояние товара иногда отличаются в основном это касается для смартфонов дисплея там камеры и аккумулятора и немножко качество сенсора вот что главное там пишется не знаю hd дисплей full hd дисплей айпес матрица будьте осторожны всегда спрашивайте продавца какого качества товар и детально детально вот напишите детально что вам интересует что вам нужно какие параметры вам нужны чтобы потом не разочароваться